Не дай себе упасть, будь честен с собой, не ныряй в этот мир. Истина это ислам, престижный статус исчезнет, деньги есть, а завтра нет. Беги от этого мира, помни, что настанет суд. Просто хочу кратко сказать, что некоторые люди в исламе, когда приходят в веру или начинают соблюдать, испытывают сомнения. Эти сомнения могут быть об Аллахе, сомнения о Куране, сомнения относительно пророка, саллиллаху алейхи вассалам, вечной жизни, куда попадет человек. Увидим ли мы, что Аллах единственный Бог, вечную жизнь и так далее. Но вы находите братьев и сестер настолько обеспокоенными этим, до такой степени иной раз. Они не знают, что с этим делать, не знают, что в такие моменты говорят и к кому нужно идти. Они приходят ко мне и знаете что? Это полностью естественно, иметь такие сомнения. Сомнения были у сахабов, да будет доволен Аллах ими всеми. Они пришли к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, сказали ему о сомнениях, это в сахихе муслима. Что же пророк, саллиллаху алейхи вассалям сказал им? Он не сказал. Расскажите, что у вас за сомнения? Чтобы дать им на это хороший ответ, может указать путь, через который они могли бы контр-атаковать свои сомнения. Нет. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, находите ли вы себя борющимися с этими сомнениями? И они сказали «Да, о посланник Аллаха». На самом деле, говоря ему о сомнениях, они сказали «О посланник Аллаха, нам лучше быть сожженными дотла, чем сказать вслух, что за сомнения нас посещают». Пророк не стал выяснять подробности. Он спросил, находите ли вы себя сражающимися с сомнениями. И они сказали «Да». И тогда он ответил, сказав «Это чистый иман. Это стопроцентный иман». Субханаллах. Он сказал, что бороться с тем, что происходит внутри нас, достаточно для оправдания, достаточно для подтверждения, что вы истинный верующий. Ведь только верующий будет сражаться с сомнениями, подумайте. Только тот, у кого что-то ценное внутри, будет сражаться, чтобы удержать это. Если вы не цените что-то, к примеру, скажем, у вас есть пара камней дома. Что будет значить для вас, если кто-то придет и украдет у вас эти камни? Просто обыкновенные камни с улицы. Вот и все, это не драгоценные камни. Но если это будут драгоценные камни, тогда да, вас заденет. По-настоящему сильно заденет, если их украдут. И вы сделаете все, чтобы постараться держать это в сохранности. И в этом весь смысл. Некоторые ранние ученые говорили, они сказали, что вор пойдет лишь в тот дом. Итак, вор пойдет лишь в тот дом, где есть добро, которое можно украсть. Ценные вещи, которые можно утащить. Вор не пойдет в пустой дом или в дом, в котором нет ничего ценного для него. То же самое. Шайтан никогда не придет к человеку, у которого нет хорошей веры, пытаясь сеять сомнения. Если у вас нет хорошей веры, чтобы отнять ее, чего такого ценного? У вас есть, чтобы шайтан отокрал. Но если у вас есть иман, есть вера, шайтан будет сеять сомнения. Итак, быстрое руководство, как избавиться от сомнений. Проверял на себе. И также на других. И не думайте, что люди, у которых нет знаний, не испытывают сомнения, иногда нет. Мы должны справляться с этим на другом уровне. Расскажу вам лучший путь. Как избавиться от сомнений. Лучший способ избавиться от них это... В следующий раз, когда придут сомнения, скажите... О, шайтан! О, ты оказал мне такую большую услугу! Ты мой враг! Но ты оказал мне такую большую услугу! И услуга в том, что ты напомнил мне поминать Аллаха. И тогда можете сказать... Ла-Иля-Ха-Илля-Ллах, Ла-Иля-Ха-Илля-Ллах, Ла-Иля-Ха-Илля-Ллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Что-то лишь об Аллахе, лишь о Нём. Ла-Иля-Ха-Илля-Ллах, Ла-Иля-Ха-Илля-Ллах. Когда шайтан придёт вновь и будет внушать другие наущения, сеять сомнения в вашем разуме. Скажите... ОООО! Я так тебе благодарен! Спасибо, даже не могу тебя как следует отблагодарить. За то, что вновь напомнил мне поминать моего Господа. Чистое опоминание Аллаха. И больше ничего, и вскоре, знаете что? Гарантированно! На третий-четвертый раз, как вы это сделаете, сомнений больше не будет, ведь шайтан не хочет, чтобы вы говорили то, что я сказал. И шайтан постарается больше не внушать вам сомнений в дальнейшем. Ведь у шайтана будут большие проблемы, ведь вы будете опоминать Аллаха, аззаву джель. Это лекарство я давал многим людям, они применяли его, и, аль-хамду лиллях, у них больше нет сомнений. И я хочу, чтобы вы также применили это. Это абсолютно естественно для 90 с чем-то, я бы сказал в районе 98% мусульман испытывают сомнения в какой-то момент жизни. Я проводил эту статистику в мечетях и увидел, что действительно это реальная статистика людей. 95-98% людей испытывают сомнения или какие-то их формы в какой-то момент жизни. Вам нужно с этим справляться, и это лучший путь. Академия Аль-Хайр, ассаламу алейкум, 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 алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok